При содействии посольства Казахстана в Израиле проходят конференции врачей этой страны и Казахстана. Медики делятся опытом, рассказывают о наработках и новых способах лечения COVID-19. Подробности у Сергея Услендера. Общение дистанционное, хотя карантин тут ни при чем. Просто одни в Тель-Авиве, другие в Казахстане. Это не ликбез, не учеба, а настоящий обмен мнениями. Израильские врачи рассказывают казахстанским коллегам про свой опыт лечения COVID-19. И первый же вопрос про бессимптомных больных. Те, у кого нет признаков вируса, но они больны и заразны. Таких выявляют в ходе так называемого скрининга массовых проверок. Люди, которые были выявлены на скрининге, как бы асимптоматичные. Когда их потом задним числом опрашивали, то у подавляющего большинства были небольшие симптомы. То есть они бы с ними не пошли к врачу, они бы чувствовали себя хорошо, но все равно небольшие симптомы у них были. То есть больше половины, скажем так, этих людей, которые как бы асимптоматичны. Если их опрашивать, был ли у них кашель, была ли у них небольшая температура, были ли у них боли в горле, изменения вкуса и запаха. Они вспоминали, что да, вот было день-два, все прошло, я даже не обратил внимания. Протоколы лечения ковид тоже сильно изменились за полтора месяца. Идет поиск лекарств. Причем одновременно с разработкой новых препаратов пытаются применять уже существующие. И здесь тоже все очень неоднозначно. Были опубликованы последние две недели первые результаты сравнительных, например, исследований по поводу эффективности антималярийных препаратов, хлороквин, бедроксоклороквин, которые мы давали всем. Мы в этом категорически не уверены сейчас, что это кому-то помогает. Поэтому под вопросом эффективности препаратов есть уже исследования сравнительные, а не анекдотальные, которые были сначала, что, может быть, это не очень меняет картину. То есть нет снижения смертности, нет снижения продолжительности лечения. Израильтяне отмечают исключительную компетентность коллег. Вопросы по делу интересуются самыми разными аспектами лечения. Одна из основных проблем – тесты. Израиль начал использовать новую методику быстрых проверок. Мы эти тесты обычно используем для людей, которые попали в приемный покой. То есть им нужно дать ответ как можно быстрее. Не могут там быть 4-5 часов. Поэтому эти тесты мы делаем, посылаем их сразу на быстрый тест. То есть за час, в принципе, врачи с приемного покоя получают ответ и уже там распределяют больного или в коронавирусное отделение, или в обычное отделение. Такие теле, точнее интернет-мосты, теперь проходят постоянно. Сотрудничество Израиля и Казахстана в области здравоохранения и так было достаточно плотным, но теперь есть общий враг, общая беда. И опыт одних может пригодиться другим. По клинической части мы вместе со всем миром учимся, продолжаем учиться, потому что в кратковременной перспективе невозможно сделать точные выводы. В марте, даже в феврале начинались одни схемы лечения, одни рекомендации, и они меняются с каждым днем. Враг, с которым борются медики всего мира, еще мало изучен. Возможно, говорят врачи, будет вторая волна эпидемии, поэтому медики подчеркивают, важен опыт каждой страны, каждый успех и каждая схема, если она сработала. Сергей Услендер, Хабар 24.